Всем привет, ребята! У меня сегодня с вами снова разговор о хороших книгах. Я уже говорила в прошлом видео, что 2024 год оказался каким-то очень богатым на клёвые книжки, хотя я думаю, что это не какое-то совпадение, а скорее то, что я начала выбирать эти книги вместо того, чтобы грызть какие-нибудь кактусы, типа четвёртого крыла. Так что я более чем довольна, и, как оказалось, одной из лучших мотиваций для того, чтобы читать, и читать с увлечением и удовольствием, оказалось то, что ты вот читаешь что-то, что тебе нравится, и знаешь, что дальше у тебя по списку, ещё что-то, что тебе тоже понравится. Короче, быть осознанным клёво, и я рада, что кто-то из вас забирает из моих видео себе в книжные планы клёвые штуки. Снова напомню, на всякий случай, что рассказываю я не обо всём, что мне попадается, не обо всём, куда я суенос, и если вы хотите больше книжного контента, то Телеграм и паблик ВКонтакте welcome, там всякие постики в процессе чтения, маленькие и большие рецензии, рефлексии, размышления, ничего только нет. Но и в случае каких-то технических проблем мы с вами не потеряемся. Я сегодня подготовила вам разношерстную подборку, здесь будут разные жанры, здесь будут разные книжки, но объединяет их одно, я с большим удовольствием это всё читала. И начну я с ещё одной книги, которая совершенно точно попадёт в топ года. Это «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бабылёвой, и постоянные зрители моего канала знают, что Дарью Бабылёвой я люблю и давно читаю. Началось всё с вьюрков, продолжилось сборниками рассказов «Нашим двором», и вот, наконец, я прочитала целиком «Магазин работает до наступления тьмы». Почему целиком? Потому что первую половину этой книги я в 22-м году читала ещё на букмейте, то есть она ещё не вышла в бумаге, и была в таком формате книжного сериала. И вот Дарья, наконец, дописала эту историю, и она вышла в бумаге, и в декабре я радостно её себе купила. Что это такое? В целом, если говорить про творчество Бабылёвой, то я бы сказала, что работает она с жанрами хоррора, мистики, магического реализма. Это всё очень классно перемешано и замиксовано, что-то у неё больше уходит именно в хоррор, что-то у неё, продолжая быть страшным и стрёмным, и таким каким-то, и жутеньким, и вот таким вот, уходит немного в другую плоскость. Точно так же, как мне это нравилось у Медведева в «Братце», у Бабылёвой есть переплетение нашей обыденности и всякого реального. Это не просто страшилки, это страшилки с подтекстами. Не нужно думать, что это что-то там наумным и так далее, посмотри, новая штука, интеллектуальная литература, вот это вот всё, что мы, конечно, любим, но немножко боимся. Скорее, это создаёт глубину её текстов, и поэтому я, наверное, их так люблю и выделяю среди прочего похожего. Я большой фанат крипипасты, несмотря на то, что я на самом деле всего боюсь, читать крипипасту я люблю, просто я обычно читаю её, когда я еду в поезде, либо когда у меня дома есть кто-то, кроме меня и котов. Так что не смечиться с Бабылёвой было вообще нереально, но меня очень радует, что от книги к книге она делает что-то другое. То есть Юрки были таким герметичным хоррором в духе, наверное, под куполом Стивена Кинга. Стивена Кинга не люблю, Бабылёву люблю. Сборник «Ночной взгляд» — это сборник очень разных рассказов. «Наш двор» — это концептуальные рассказы про мистику московского старого двора и про то, как всякая хтанина живёт и сосуществует с человеком в современном мире, а магазин работает до наступления тьмы. Это всё ещё в том же самом духе, но другое. Я, честно говоря, даже не знаю, как это правильно описать. Здесь есть что-то от Лавкрафта, как мне показалось. Здесь есть заигрывание с конспирологическими теориями. Здесь есть немного постапокалипсиса. Всего намешано, намешано круто. И начинается всё с того, как молодой человек по имени Славик, начинающий блогер, который хочет специализироваться на роликах о всяких сумасшедших, загадочных вещах и прочем, приходит в один маленький магазинчик типа антиквариата в одном из московских дворов и пытается устроиться на работу. Потом выясняется, что он пришёл туда не совсем, чтобы устроиться на работу, а ещё выясняется, что этот магазин не просто торгует антиквариатом, а собирает так называемые вещи не в себе. Если по-простому, то всякие проклятые вещи, которые сводят с ума своих хозяев. И понятное дело, что работают в этом магазине не люди. Так что Славик очень здорово попал, но в начале этой книги он не подозревает об этом. Магазин начинается похоже по композиции на Вьерков или Наш двор, то есть как будто бы это снова роман в рассказах, связанных одной локацией или какой-то одной историей. Но это буквально первые там две-три истории. На самом деле это полностью сквозной сюжет. Почитать эпизоды по отдельности уже вряд ли получится. Они хорошо друг с другом связаны. И чем дальше в лес, тем ситуация становится сложнее и сложнее и сложнее. Оказывается, что наш мир не так уж прост и не так уж прочен, что на самом деле в начале 20 века произошла некая стрёмная фигня, из-за чего мир, по сути, рассыпается на осколки. И магазин, который работает до наступления тьмы, существует не просто так. Здесь будет немного про тайные организации. Здесь будет немного про безумие начала 20 века. Бабулева красиво это всё заворачивает в мистическую штуку. Здесь будет много про городских сумасшедших и про то, что на самом деле, возможно, они не совсем сумасшедшие. Книга очень фактурная, очень яркая. И те нечеловеческие существа, которые здесь описываются, они, конечно, дико стрёмные, но прикипаешь ты к ним по мере чтения, как к родным. А ещё, несмотря на кровь в кишки и прочее, эта книжка удивительно уютная. В принципе, для меня книги Бабулёвой, они, правда, очень уютные и комфортные. Я не знаю, откуда этот эффект, но, в принципе, по тому, что я вам тут сначала мая рассказываю, вы можете понять, что моё представление об уюте и комфорте немножко странненькое. Короче, ощущение от неё такое, как будто бы ты попёрся куда-то в забросы, в такую, знаете, историческую промзону, с какими-то стрёмными чуваками, и вроде как у тебя и ботинки протекают, и темно вокруг, и неуютно, но тебе очень-очень хорошо, и компания замечательная подобралась, поэтому вызывать такси и уматывать от них ты не хочешь. Для тех, кто беспокоится, здесь хороший светлый финал. Я, честно говоря, ждала большего разгона, и меня бы, наверное, какая-нибудь тоскливая штука в конце тоже устроила, но Бабулёва всё это вывернула в интересный намёк на то, что у героев есть какое-то продолжение, о котором нам, конечно же, не расскажут, но чувство, что история завершена, останется, и вы будете этим довольны. Из интересных фактов я знаю, что сама Дарья работает в букинистическом магазине, и фактуры оттуда здесь просто с горочкой. Я в букинистике не работала, но часто ошивалась в букинистических, плюс я работала в библиотеке и просто в книжном, и примерно представляю, что может твориться в другом типе магазинов. Некоторые вещи были узнаваемые, и то, что Дарья перевернула их и переплела с мистикой, мне, конечно, очень понравилось. Однозначно будет в топе года, и, наверное, нужно вам снять какой-нибудь топ полугодия, и там эта книжка тоже, скорее всего, засветится. Очень люблю Бобылёву, очень хочу ещё. Узнавала у Астрелли о планах. Пока что какого-то нового текста вроде как нет, но они планируют переиздавать сборник «Ночной взгляд» с новыми рассказами, так что я его жду. Ещё одна книга из авторов, которых я люблю и читаю, это «Его забрал лес» Ульяна Черкасовой. Читала я её в формате рукописи в январе, когда Ульяна её только-только закончила. Я уже рассказывала, что я люблю «Золотые земли», и мне нравится то, как Ульяна работает со своим придуманным миром, то есть она не просто продолжает историю каких-то персонажей, а она развивает сам по себе сеттинг, и внутри этого сеттинга старается работать с разными жанрами. Так что, дорогие мои, желающие узнать конец истории Дары и Милоша, здесь его не будет. Точнее, здесь будет небольшой намёк на то, что там с ними происходило, но сама по себе история совершенно другая, совершенно про другое, и происходит через, по-моему, 700 лет после событий «Сокола и ворона». То есть, по-нашему, это такой условный XIX век, и главный герой этой книги Михаил Белорецкий, студент-фольклорист. Я всю дорогу мемела про тяжелая неказистая жизнь студента-фольклориста, как бы это действительно оно. Он очень романтически настроенный, и у него есть какой-то такой трагический бэкграунд. И фольклором он занялся не просто так, а вообще он папин разочарование, конечно же, а потому что когда-то в детстве он увидел некую прекрасную деву в лесу и влюбился в неё, не зная, что она за существо. А в «Золотых землях», понятное дело, есть не только люди. И он как будто бы пытается угнаться за её призраком, исследуя при этом сказки и фольклор «Золотых земель». Идя по этому следу, он попадает в поместье Курганова к графу Ферзену. Я надеюсь, что я правильно ставлю ударение. На какое-то время задерживается там, потому что как раз фольклор «Великолесье» — это тема его дипломной работы. Он его собирает. Но в Курганово всё не так уж ладно. Там пропадают люди и ходят всякие стрёмные истории. И несчастный Михаил, оказывается, втянут в это вот всё, чего он на самом деле не хотел. Причём втянут не столько из каких-то героических побуждений, сколько скорее по собственной глупости. То есть в отличие от персонажей «Сокола и ворона», которые меня цепляли тем, что они все такие злобненькие, колючие и неидеальные, Михаил цепляет тем, что он такой хороший мальчик в плохих обстоятельствах. Он пытается быть более сильным и опасным, чем он есть на самом деле. И образ такого неукрюжего волка-подростка на самом деле ему очень подходит. Роман получился, я бы сказала, такой псевдо-русской готикой, потому что вот это вот поместье в отдалённых местах, таинственные обитатели этого поместья и какие-то стрёмные штуки, которые происходят вокруг, они очень похожи на готические романы, только сеттинг здесь не английский, не французский, не немецкий, а типа русский. Я бы не стала проводить какие-то супер-мега-параллели, но вдохновлённость культуры очень хорошо считывается. И самая главная фишка книги – это то, что получается, что это такой дневник. И поскольку это дневник, то он оформлен под дневник. В нём есть зарисовки, которые делает главный герой по ходу событий, в нём есть вырезки из газет, в нём есть, сейчас я попробую их найти, отдельно выделенные сказки, которые герой собирает и записывает, потому что, ну, как бы это его профессия. На мой взгляд, книга получилась очень лиричной, просто суперлиричной и гораздо светлее, чем «Сокол и ворон». У неё очень красивый финал. Я говорила, что Бабылёвый читатель остаётся завершением истории и ощущением, что она как-то дальше продолжается, так и здесь читатель остаётся с неким намёком на то, что там у героев происходит дальше. И я, например, была очень растрогана этим финалом. Для меня это было очень эмоционально красиво. Я дочитывала с каким-то восторгом почти эйфорическим и писала Ульяне, что вот я определилась с тем, какая из её книг у меня самая любимая. Хотя я знаю, какие у неё проекты дальше, поэтому рейтинг может измениться. Мне понравилось, как здесь переплетён вымысел и авторский мир его детали с очень узнаваемыми деталями современного мира. И мне очень нравится язык. Он лёгкий. Собственно, это когда-то меня зацепило в «Соколе». То, что при общей лаконичности языка и при отсутствии нарочитой стилизации «Гой, еси, господи, спаси», мир получается очень живым, очень антуражным, очень дышащим. За счёт деталей, за счёт прописанного мировоззрения, за счёт ощущения, что герои живут в своём культурном контексте, который продуман, здесь это всё продолжается. Но поскольку это уже типа ближе к нам, это уже типа XIX век, тут есть заигрывание с литературной традицией, в том числе. Если Ульяна не напишет мне автограф, с добро пожаловать волкаепню, я на неё обижусь. Короче, шутки здесь всё ещё в духе Ульяны. Я их очень люблю. Рада, что, несмотря на всю лиричность этой истории, она нашла варианты, возможность их вставить сюда. Местами жутко. Книжка очень зимняя. Её события как раз происходят ближе к сонсостоянию. Снова там праздник самой долгой ночи. Это всё потрясающе антуражно описано. Прям как такой отдельный акцент сюжетный в книге. Есть там и мрачненькие, стрёмные моменты, может быть, даже местами неприятные. Но на вот это вот светлое послевкусие от книги они всё равно не влияют. А ещё у книги есть бонус. Это блокнот. Короче, я очень советую. Я знаю, что будет в следующей книге. И что главной героиней будет Клара, которая в его забрал лес тоже активно действует. Так что жду. А мы с вами идём дальше. И сейчас будет ещё одна книжка, вот примерно в ту же степь, но уже без мистик. Это «Под маской или сила женщины» Луизы Мэй Олкотт. После «Маленьких мужчин» я думала, что книги Олкотт я вообще не возьму в руки. Потому что она начала казаться мне такой, знаете, слишком поучающей дамой из девятнадцатого века, с несколько пуританской моралью. И продолжать читать её тексты я не хотела. Но «Под маской» мне рекомендовали как довольно едкую и недобрую историю про девушку, которая пытается отвоевать кусок кайфа от жизни в сложных обстоятельствах. И я попробовала, и мне очень понравилось. Вообще, мы, конечно, очень долго мемели, что эту книгу нужно было переименовать в «Силы киски» или «Вагина дентата», потому что главная героиня здесь — аферистка. Это актриса, которая изображает из себя хорошенькую несчастную гувернантку, приезжает в семью, чтобы быть гувернанткой для дочери этой семьи, и очень жёстко стравливает всех чуваков, с которыми она столкнулась, чтобы в конечном итоге выйти замуж за того, кто будет к ней наиболее лоялен, получить денежки и счастливую жизнь. Оно очень викторианское, понятное дело. Викторианское до такой степени, что здесь есть, например, эпизоды, когда героиня сидит в кресле, видно её щиколотку, и на это делается отдельный акцент, и ты понимаешь, что на самом деле это довольно-таки провокационное поведение с её стороны. Здесь хорошо отражена викторианская мораль, здесь хорошо отражён быт и темп жизни людей, которые сидят у себя в глуши, мало контактируют с внешним миром и пытаются как-то жить, существовать и развлекаться. И ты понимаешь, что история Джин Мюир, главной героини этой книги, она вполне себе могла тогда быть, и, может быть, такие вот гувернантки много куда заходили. Я очень люблю Ярбурь Почеславия, Теккерея, и Ребекка Шарп — это одна из моих любимых героинь. Поэтому к Джин я не испытывала каких-то негативных чувств, несмотря на то, что ведёт она себя как сволочь и как бы не скрывает этого, несмотря на то, что она очень хорошо играет, она очень хорошо подмечает чужие слабости и не боится в них бить, я испытывала к ней что-то вроде уважения, потому что, во-первых, ты понимаешь, что её сделала такой, во-вторых, ты понимаешь, что поступает она не как антагонистка и злодейка, а скорее как такой своеобразный трикстер, который знает слабые места, который видит, что некоторым людям не достаёт некоторых жизненных уроков и не боится взять на себя ответственность и эти уроки им преподать. Если вы читали «Маленьких женщин» и вам показалось, что это какая-то сахарная муть, поэтому вы не хотите иметь с Луизой Мэй Олкотт хоть что-то общее, попробуйте почитать под маской, она совершенно другая. А ещё это проект подписных изданий и Bookmate, где они издают всякие малоизвестные книги известных классиков, у них сейчас вышел Генри Джеймс и, по-моему, Брэм Стокер, и после вот этой книги я решила к этой серии ещё присмотреться. Кстати, после этой книги ещё я пошла читать «Леди Сьюзан» «Джейн Остин». Это эпистолярный роман про героиню, которая чем-то похожа на Джин, но в отличие от Джин, которая чётко понимает, чем она занимается, как она развлекается, какие-то могут быть последствия для неё и для окружающих, «Леди Сьюзан Вернан» ну, ведёт себя как сукой, которая пытается внутри себя как-то саму себя оправдать, поэтому к ней у меня таких не то чтобы тёплых чувств, но некого подобия уважения как к Джин не было. «Леди Сьюзан» я пока не дочитала, потому что это был март, и в марте я была очень устала, но зато в марте я прочитала ещё одну потрясную книжку, и это «Милость крёстной феи» Марии Заболоцкой. Я показываю вам обложку, потому что книги в бумаге ещё нет, на неё сейчас открыт предзаказ, и читала я её не просто так, там на задней сторонке будет мой отзыв. Я люблю Марию Заболоцкую ещё со времён «Рыжий племянница лекаря», она классно пишет, у неё такие немного меланхоличные сюжеты, в которых красивое переплетается с грустным, есть какая-то такая вот близкая мне мораль, поэтому за её творчеством я слежу, и я очень рада, что её книга выходит у мифа. Что такое «Милость крёстной феи»? Это ритейлинг Золушки. Мы все с вами уже слышали много раз про тёмные ритейлинги и настоящую сторону сказок. Вот «Милость крёстной феи», несмотря на то, что она берёт сюжет Золушки и вот эту вот всю историю с тем, что особенному ребёнку нужно особенную судьбу, придёт фея и всё исправит, и при том, что она всё-таки уходит во что-то такое тёмненькое и недоброе, она при этом не становится чем-то подчёркнутым злым, неприятным и таким типичным. Заболоцкая как будто бы не пытается деконструировать до невозможности сюжет и рассказать его с точки зрения злодея или кого-то ещё. Она берёт какие-то сказочные законы и пытается создать из них что-то новое, что-то особенное и что-то, я бы сказала, наверное, более близкое к жизни. Короче, в чём здесь главная история? Рождается девочка в семье, её мама очень тревожная, у её семьи есть некая связь с феями в Яблоневом саду, поэтому она идёт туда и просит для девочки особенную судьбу. Но особенная судьба предполагает, что будет происходить всякий трешак. А мать не хочет для своей дочери беды, несчастья, вот это вот всё. Она хочет для неё счастья. Но поскольку с феей ты уже связалась, провернуть фарш назад ты не можешь и приходится так или иначе платить. Поэтому девочка получает свою особенную судьбу, но скорее в виде проклятия, а не благословения. И та фея, с которой связалась её семья, на самом деле нифига не добрая. Там потом будет немножечко раскрыто, кто она такая, почему она такая, и можно ли как-то ей сопротивляться. Девочка растёт в духе таких типичных диснеевских героинь, которые все такие вольные на природе, болтают с цветочками, с животными, с птичками, и выглядит она как чучело. То есть вместо такой диснеевской прилизанной принцессы мы получаем дикого ребёнка, который выглядит как дикий ребёнок, действует как дикий ребёнок, и несмотря на общую любовь, потому что она хорошая, добрая девочка, немножечко ощущается, как такая местная сумасшедшая. Что там будет дальше происходить, это лучше почитать. Принца она встретит, но в особенных обстоятельствах. На мой взгляд, «Милость крёстной феи» это такая клёвая, осовремененная сказка, весьма себе в духе Шарля Перо или братьев Гримм, по уровню страстей, накалы и мрачнины, которые там есть, но по-своему добрая. Мне, в принципе, нравится у Заболоцкой вот эта вот тема, что она местами не милосердна к своим героям, она проводит их через довольно сложные события, через сложные выборы, иногда оставляет их ни с чем, она им не подыгрывает ни разу, но в конечном итоге выдаёт им высшей справедливости и чаще всего всё-таки награждает. Если любите сказки, фэнтези сказочные, перевёрнутые сюжеты, игру с деконструкцией сказочных мотивов, я вам её очень рекомендую. Хорошо написана, невероятно крутая атмосфера, ощущение лёгкой их тонинки за сказочным фасадом, короче, всё, как я люблю. И продолжая тему ритейлингов, я должна рассказать вам ещё про одну офигенную книгу, которую я прочитала в мае, буквально за время, пока мой поезд доезжал до Питера. Это девочки Аннетс Хаб. Это тоже сказки-перевёртыши, там будет «Красная шапочка», там будет «Спящая красавица», там будет «Синяя борода», по-моему, одна из моих любимых штук в этом сборнике. Короче, все-все-все сказочные мотивы либо конкретные сказки, либо именно мотив, который в сказках встречается довольно-таки часто. В «Комфишке книги» большая часть этих сюжетов перенесена как будто бы немножко в нашу современность, и они всё ещё при этом остаются сказочными и местами нереалистичными. Аннетс Хаб пытается добавить в сказочные истории больше жизни и больше реальности и найти в них ещё какие-то дополнительные смыслы и подтексты, чтобы эти подтексты вытащить. Например, чем мне понравилась «Синяя борода»? Тем, что внутри этой истории была конкуренция между двумя сёстрами. Между старшей, которая всё время пыталась быть правильной, чтобы её выбрал мужчина, и она вышла за него замуж, и служила ему. И младшей, которая повторяла за старшей, её очень любили, как всегда в сказках любят младших дочерей, ей всегда потакали, выбрали её, а не старшую сестру. Старшая, естественно, очень злилась и завидовала, но когда выяснилось, что «синяя борода» — это именно что «синяя борода», и делает он то же самое, что «синяя борода», делал в оригинальной сказке. Произошёл такой «the sistership moment» в духе «я держу, ты бьёшь телом и прячем вместе». Мне понравилась последняя история про принцессу, которая родилась чудовищем, и которая была заперта в башне посреди необитаемого острова с гувернанткой, чтобы её никто не видел. И в итоге её спасением оказалось принятие самой себя такой, какая она есть, а не попытка из чудовища превратиться в нежную хрупкую принцессу. Короче, Анацхаб невероятно крутая. Очень рекомендую вам девочек, и я сама планирую, наконец, почитать её «Лампёшку», потому что «Лампёшку» — это более детская штука, народ тоже очень хвалит. И мы с вами дошли до ещё одной книги, которая была для меня на самом деле таким личным открытием, не в плане того, что книга такая крутая, а в плане того, как сильно у меня изменилось отношение к автору. Опять же, сторожилы этого канала прекрасно знают о моих сложных взаимоотношениях с Андре Мороа. С тем, насколько сильно я не люблю письма к незнакомке, с тем, насколько сильно я бесилась с отдельных его романов, потому что мне не нравилось позиционирование женщин в них, мне не нравилось самодовольство его мужских персонажей, мне очень не нравилось то, как всё вот это вот почему-то люди воспринимают как истории об очень красивой любви. Со мной случился его роман «Превратность и любви», и я поняла, что на самом деле нужно у него смотреть. Почему я его продолжала читать? Потому что Мороа очень классно даёт фактуру, у него очень много тонких наблюдений за миром, у него очень много наблюдений за героями, и когда я читала раньше его, я, наверное, исходила просто из позиции, что это не ненадёжные рассказчики какие-то, а типа вот-вот-вот как бы вот как оно написано, так оно и должно быть. Короче, получалось такое немножко наивное чтение, когда ты думаешь, что если в книжке так написано, то, наверное, это какая-то правда транслируется, а не то, что автор на самом деле может создавать для тебя картину мира, чтобы ты сам решал, что в ней хорошо, а что в ней не очень. Видимо, это работало какое-то когнитивное искажение после назидательных писем незнакомки. Я очень сильно их не люблю, потому что для меня весь их смысл сводится к тому, что будь удобной. И когда ты, прочитав их и просто погорев задницей, открываешь рецензии на лайфлип, и там все бабы такие, дорогой господин Андрей, я так благодарна вам за то, что вы открыли мне глаза на то, какой нужно быть, чтобы казаться изящной, ты такая сидишь, думаешь, девки, у вас вообще всё хорошо, нет? Это же просто какая-то душнота, нереально. Короче, я прочитала «Превратности любви», и я поняла, что, наверное, наверное, Маруа несколько больше иронизирует, чем мы хотим думать, в том числе, чем я воспринимала, потому что эта история для меня оказалась очень классной, очень чёткой клинической картиной ревности, которая рушит жизнь и счастье двух людей, даже, наверное, на трёх людей. Эта книга написана как бы в двух частях. Сначала идёт часть от лица главного героя Филиппа, молодого ещё написанного для его второй жены Изабеллы, а вторая часть — это история, такая, исповедь Изабеллы, второй жены Филиппа, написанная после дам, уже после какого-то времени в браке. И Филипп — это такой очень идеалистичный и местами зажатый молодой человек, который превращается в достаточно хорошего, но мнительного мужчину. Верное, мне было бы очень тяжело с ним, потому что меня выбесили некоторые штуки в его характере. И, в общем, в первой части рассказывается как бы история его любви к девушке по имени Адилия, на которой он женился и которую он совершенно безбожно ревновал буквально к каждому столбу. Потом с Адилией происходит кое-что, они разводятся, и Филипп женится во второй раз. И, по сути, Изабелла — это такая девочка, которую растили просто вот на уровне «ты некрасивая, ты ничего не достойный». Естественно, из неё выросла типичная жертва, которая воспринимала Филиппа как некое божество. Даже когда он такой, типа, «Ну, я тебя идеализировал, мы с тобой поженились, но потом я нашёл, кого ещё идеализировать, потом ещё, а потом ты стала меня отвергать и стала вся такая независимая, пока я в Америке тусил, и я снова идеализирую тебя». Буквально. В общем, вторая часть — это исповедь Изабеллы, и она тоже его начинает ревновать. И я, короче, это читала такая и думала, во-первых, насколько офигенно эта ревность прописана. Это очень неприятно читать, это очень крипово, особенно когда ты узнаёшь там какие-то свои поведенческие паттерны. Герои вообще нихера не идеальные, хотя у них есть какие-то приятные черты, у них есть приятные поступки. Они местами очень эстетские, но вот это вот их количество заблуждений очень сильно царапает. Потом, когда ты читаешь про Изабеллу, ты понимаешь, что привет созависимые отношения. И Муруа не пытается делать из этого каких-то моральных выводов, он не пытается никого учить, он не пытается обелять героев, он выдаёт их так, как они есть. И я его очень сильно зауважала. Да, это был не самый комфортный опыт чтения, но это был определённо опыт чтения, который много чего интересного мне дал. Так что я думаю, что другие тексты Муруа я тоже буду читать, и, наконец, доберусь до его литературных портретов. Потому что меня, мягко говоря, восхитило то, как он вытаскивает из людей вот эти вот несовершенства, и как он их выдаёт. Не обличение, это не ирония, это не что-то такое. Это, наверное, как Джин Муир, которая, трикстер, она видит, что чувак фокапит где-то, и в какой-то момент она вот по его слабому месту бьёт. Муруа, как автор, поступает, мне кажется, примерно так же. Он видит недостатки людей, и умудряется перестроить оптику так, чтобы ты их тоже увидел. При этом ты бы видел и достоинства этих чуваков. И ты бы сидел и думал, блин, ну как бы, ну как бы, ну так и есть. Короче, наверное, я открыла для себя какую-то ачивку. И реально нужно было просто выкинуть восприятие писем незнакомки из головы, чтобы, наконец, начать читать Муруа нормально. Кстати, когда я писала про это на канале, мне сказали, что вроде как на французском Муруа звучит гораздо более иронично, чем его перевод на русский. Поэтому у нас очень часто думают, что его книги про некую идеальную любовь, и вот этой вот его глубинной иронии на самом деле не выкупают. Мне же кажется, что он не столько про любовь, точнее, не про идеальные отношения, а про сложности наших человеческих отношений. И эти сложности он умудряется описывать очень четко, подробно и достоверно. Вот шесть книг, о которых я хотела вам рассказать в этом видео. Большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что вы найдете для себя, что почитать. Напоминаю, что рассказываю я не обо всех книгах, которые мне встретились и в которые я сунула нос. И если вы хотите больше контента, то в инфобоксе будут ссылки на мои другие ресурсы. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо и всем пока!